Здравствуйте, меня зовут Евгений, я бренд-менеджер компании Bytec Machinery. Тема нашего вебинара – сравнение с конкурентами i-Want, by Demand Palat, не только отличие и преимущество техники Multi-Want. Это значит, что сегодня мы с вами рассмотрим, сравним, если поставим мини-погрузчик Multi-Want с наиболее близкими к нему брендами. Мини-погрузчик Multi-Want, в целом кратко, что это такое. Мини-погрузчик Multi-Want – это универсальная машина, универсальное средство, предназначенное для выполнения множества различных работ в сочетании с какими-то навесными рабочими органами. Это свыше 170 различных видов разновидностей. Имеет широкий модельный ряд. Сейчас давайте его с вами рассмотрим. Значит, основная серия, эта серия 2-10, представляет собой мини-погрузчик с шарнирно-сочиненной рамой, с кабиной, расположенной в передней части рамы, и телескопической стрелой. Исключение составляет модель 2.3 из серии 2, которую телескопическую стрелу не имеет. У него стрела обычные. Значит, у основной серии это мини-погрузчики с мощностью двигателя от 20 до 75 лошадиных сил, грузоподъемностью от 250 до 2160 килограмм. Значит, гидропоток очень высокий также у них, который позволяет работать даже с самыми сложными навесными гидротицированными рабочими органами. Значит, у самых маленьких моделей он 42 литра в минуту, а у самых больших до 95. Ну и, соответственно, скорость от 15 до 40 лошадиных сил. Значит, главное преимущество этой серии – то, что шармирована сочиненная рама с кабиной расположена в передней части рамы. Какой плюс это дает? Это дает плюс при работе за контролем… Значит, позволяет… Кабина, расположенная в передней части рамы, позволяет с высокой степенью контролировать погрузочную разводочную работу. Это контролировать поднимаемый груз, либо же хорошо позволяет контролировать рабочую зону при работе там со щетками, с снегочистителями и другими навесными навесными рабочими органами. Следующая серия – серия SD. Это также мини-погрузчики с шармирована сочиненной рамой, представлены четырьмя моделями, с телескопической стрелой, но отличие в том, что в данной серии кабина конструктивно располагается в задней части рамы. Какой плюс это дает? Все мини-погрузчики мультиван, они сделаны компактными, малогабаритными, сделаны для того, чтобы можно было удобно ими работать, в местах с ограниченным пространством. Кабина, расположенная в задней части рамы, дает плюс как раз-таки в сравнении с основной серией, дает плюс при поворотах, тем, что кабина при поворотах не выступает за габарит ширины. То есть дает где-то там, где нужно провернуть в каком-то либо узком проходе, скажем так, серия SD будет иметь преимущество. Представлено четырьмя моделями, мощностью двигателя от 28 до 50 лошадиных сил, то есть у всех телескопическая стрела, грузоподъемность от 900 до 2120 килограмм, гидропоток до 50 лошадиных сил, скорость, соответственно, до 18. Также есть у мультиван серия EZ, электрическая модель, которая представлена одной моделью, это EZ-7. Она в шарнире расточлененная, с кабиной в передней части рамы также, имеет телескопическую стрелу, то есть грузоподъемность, гидропоток, скажем, можете видеть здесь представленный. Вот. И особенности конструкции у нее какие? В том, что эта модель имеет два электродвигателя, 6,5 киловатт и 2,5 киловатт. Первый двигатель, который мощностью 6,5 киловатт, он создает давление, передает крутящий момент, значит, на колеса. Второй двигатель 2,5 киловатт, создает давление на рабочую стрелу, на весной электритертицированные рабочие органы и на гидроусъедитель поворота. Также эта модель снабжена системой рекупертивного торможения. Вот. Что это такое? Это такая система, которая при торможении, энергию торможения она направляет на подзарядку аккумуляторных батареек, тем самым продляя срок их работы. Такая модель удобна для работы в закрытых помещениях. Следующая серия, это 12 серия, это погрузчики с цельной рамой и так называемым крабовым ходом. Их преимущество в том, что при поворотах такая конструкция не позволяет терять при поворотах показатели грузоподъемности и прокидывающей нагрузки, поскольку при повороте у нее нет смещения центра тяжести. Еще плюс в том, что у нее все колеса управляемые, то есть существует три режима управления. Первый режим – это поворот, поворот, обычный поворот. Второй режим – поворот с теми колесами задними и передними. И третий режим – так называемый крабовый ход, то есть ей можно двигаться влево-лево-право по диагонали. Также еще есть одна модель, она здесь не была представлена, но я о ней помню. Это самая маленькая модель, трехколесный мини-поворотчик «Мультиван», мощность у двигателя – 12 лошадиных сил. Такое тоже бывает. Далее. Значит, статистика, первая статистика запросов от клиентов за март-апрель. И из этой статистики мы видим, что наиболее часто запросы у нас на серию 5-8. Это связано с тем, что эти серии обладают характеристиками, которые наиболее удовлетворяют запросам клиентов. Идем далее. Значит, приступим непосредственно к сравнению. И первое у нас сравнение, изначально мы сделаем сравнение с выборочно, поштучно, с какими-то определенными моделями, потом все подытожим и сделаем какой-то общий анализ. И первый у нас наиболее близкий бренд к нам – это мини-поворотчик «Аван». Здесь мы видим сравнение «Аван» по 523 с «Мультиваном 5.2». И основные его параметры. Двигатель, как видим, здесь он абсолютно одинаковый. Трансмиссия тип 1. Но есть отличия. То есть она по сути одинаковая, но есть все-таки отличия. У «Мультивана» есть преимущество. Ниже мы об этом поговорим. Скорость «Мультиван» имеет небольшое преимущество. Массы он ниже, меньше по массе. В большей степени это плюс, но в чем-то может быть и минус. Тяговое усилие у них одинаковое. Грузоподъемность у «Мультивана» выше. Опрокидывающая нагрузка, соответственно, выше. Гидропоток одинаковый. Стрела телескопическая, но есть отличия ниже посмотрим. Ну и остальные характеристики, в принципе, по высоте подъема выступает. По габаритам в целом он имеет преимущество. Значит, трансмиссия. Как я уже сказал, трансмиссия у «Мультивана» и у «Аванта», рассматриваемых моделей здесь, она однотипная. Гидростатическая или гидрообъемная. Значит, с прямым приводом на четыре колесных мотора. Но у «Мультивана», «Мультивана» оснащен системой DBC, системой динамических блоков. Эта система позволяет более рационально, пропорционально распределять крутящий момент при движении на неровностях и обладает, в отличие от «Аванта», значит, системой блокировки. Когда качество дорожного покрытия плохое, и колесо начинает пробуксовывать, то эта система позволяет включить дополнительно колесо, передает крутящий момент на колесо, а потом уже борту с той же стороны машины, которая буксует это колесо. Также еще следует упомянуть то, что «Мультиван 5.2» может опционально устанавливаться на нем делитель. Прошу прощения, не делитель. Да, делитель крутящего момента. В случае с «Мультиваном» это не понижающий редуктор. В случае с «Мультиваном» это система блокировок, которая при пробуксовке, например, одного из колес может включить все три колеса, соответственно, значительно увеличивая проходимость и тяговое усилие. В целом, трансмиссия с системой блокировок «Мультиван» в целом, она на этой модели значительно улучшает его проходимость и тяговое усилие. По стреле. Какие есть отличия по стреле? Как было выше сказано, и тот, и тот мини-погрузчик имеет телескопическую звездную стрелу. Став подъема у этой модели «Аванта» немножко выше. Но в чем плюсы «Мультивана»? Плюсы «Мультивана» у «Аванта» стрела представляют собой эксцентрическую раздвижную балку. То есть что это такое? Это значит, что его стрела, во-первых, она состоит из одной балки, во-вторых, она смещена в правую сторону относительно продольной оси мини-погрузчика. Если мы обратим внимание на «Аванта», то стрела «Аванта» представляет собой, она ашобразная, то есть это две балки. Еще мы видим на ней две поперечные, одна на основной балке, вторая на выдвижной секции. То есть конструкция более прочная. Также она не ограничивает видимость, потому что через нее можно смотреть и наблюдать, в полном мере наблюдать зону рабочей видимости. И в отличие от «Аванта», она равномерно распределяет нагрузки. Минусы стрелы «Аванта» в том, что в первую очередь наснижает запас прочности и ресурс стрелы, поскольку, еще раз говорю, нагрузка распределяется неравномерно, то есть создается некий такой крутящий момент, который воздействует, перевес на одну сторону, которая появляется некая сила, которая дополнительно воздействует на эту стрелу. Соответственно, снижает запас прочности и ресурс стрелы, способствует неравномерной выработке и повышенному взносу деталей самого мини-погрузчика. Особенно это будет чувствоваться при подъеме тяжелых грузов с работой мини-погрузчика на пределах его грузоподъемности. И, в-третьих, не позволяет добиться более высокой грузоподъемности, что, в принципе, мы видели из характеристик, у «Аванта» она выше. Масса, тяга, усилия, габариты и разворот. Значит, благодаря своей трансмиссии, несмотря на то, что он «Мультиван», из характеристик легче, чем «Аванта», плюс это в том, что при работе на газонах, на чувствительных поверхностях, где необходимо равномерно распределять нагрузку, то есть при работе на газонах у него меньше шансов повредить до покрытия, так как у него легче вес. Также это будет давать плюс при движении места, где дорожное покрытие некачественное, то есть плюс проходимости. И большая масса «Аванта», как правило, дает преимущество, вообще большая масса машин, дает преимущество к тяговому усилию. Но, несмотря на то, что «Авант» тяжелее, тяга и усилия у них примерно одинаковые. Это связано как раз-таки с трансмиссией, и то, что система блокировок «Мультиванна» позволяет ему показывать более высокое тяговое усилие, несмотря на то, что он легче. Также имеет небольшое преимущество в габаритах и радиусах разворота, что дает и даст ему небольшой плюс в работе в местах с ограниченным пространством. Посмотрим еще одну модель «Аванта» сопоставим ее с «Мультиванном». Это «Авант» 750 и «Мультиванн» 84С. Как видим здесь, что на «Авант» 750 стоит более мощный двигатель. Трансмиссия, типаж трансмиссии такой же, как и на тех моделях. По скорости они одинаковые у нас. По габаритам «Мультиванн» превосходит. И более подробно в них характеристики рассмотрим. Значит, с трансмиссией между «Авант» 750 и «Мультиванном» 84С, в принципе, картина аналогичная, как и в предыдущих моделях, но есть некие особенности. Значит, у «Мультивана» 84С колесные моторы, установленные в отличие от первой рассматриваемой модели, и в отличие от рассматриваемой «Аванта» не аксиально-поршневые, а радиально-поршневые. Конструктивно этот колесный мотор позволяет показывать более высокий крутящий момент, а, соответственно, увеличивает тяговое усилие. Это первое отличие. Ну, второе отличие – то, что это наличие системы DBS, и уже не опционально можно устанавливать, а по умолчанию там стоит делитель крутящего момента. То есть, опять-таки, система блокировок, которая при пробуксовке может включить все колеса и, соответственно, вытянуть вашу машину, то есть повысить значительную его проходимость. Также тут, ну, можно упомянуть пропорциональный сервопривод, который комфортно распределяет, не комфортно, а пропорционально распределяет момент, крутящие моменты на колеса, что очень удобно при поворотах, при движении по неровности. О стреле. Система аналогична, как и в первом случае, то есть мультиван стрела имеет двойную H-конструкцию, а авант – раздвижная балка, смещенная в сторону, где нагрузка распределяется неравномерно, и, соответственно, более прочная конструкция стрела мультиван позволяет ему поднимать более тяжелые грузы, то есть увеличить его грузоподъемность. Также хотелось бы отметить более лучшую компоновку мини-погрузчика мультиван, то, что у него более низкий центр тяжести, что также позволяет увеличить его грузоподъемность и опрокидывающую нагрузку в сравнении с сравниваемым аналогом. Так, по массе и тяговому усилию. По массе, значит, мультиван имеет меньшую массу, какие-то даст плюсы. Это даст плюсы при работе на газонах, на чувствительных поверхностях, так как меньше снижает шанс повредить поверхность газона. Но в то же время большая масса должна влиять положительно на тягиваемые усилия, но, опять-таки, благодаря трансмиссии, мультиван – это тяговое усилие выше, чем у рассматриваемого аванта. По габаритам рассматриваемая модель, она, значит, меньше, что дает преимущество в работе в местах с ограниченным пространством. Это где-то на складах, каких-то узких проходах, где-то по дворах, сферах и так далее. Далее. И, в общем-то, подытожим. Что мы видим в сравнении аванта с мультиваном? Вот те модели, которые мы сравнивали, даже несмотря на то, что у 8.4S двигатель стоит на 9 лошадиных сил слабее, благодаря применению более совершенных технологий, неприятно, более совершенной трансмиссии. Это дает более высокий крутящий момент. И делает его в целом более производителем. И также в данном случае дает преимущество по экономичности, поскольку двигатель меньшего объема будет расходовать меньше топлива. Если мы рассмотрим в целом авант и мультиван, в целом, то похожую картину мы увидим по сравнению по всем моделям. Также хотелось бы отметить одну особенность серии мультиван в том, что мультиван представляет более широкий ряд моделей, моделей с более широким спектром характеристик. Это и в шарнино-сочиненных погрузчиках с передним расположением кабины, и в шарнино-сочиненных мини-погрузчиках с кабиной сзади, например. С передним расположением кабины у нас 17 моделей, у аванта 14. Значит, с кабиной расположенной сзади у аванта всего 2 модели, у нас 4. И также у мультивана нет такой категории, как мини-погрузчики с цельной рамой, а у нас они приставлены. Это серия 12, о которой я выше упоминал, четырьмя моделями она приставлена. Далее, скажем так, менее похожий на мультиван мини-погрузчик – это Weideman. Здесь мы его будем сравнивать, наиболее близкий к нему – это наша серия SD. Это мини-погрузчики, шарнино-сочиненные с задним расположением рамы. И конкретно здесь мы рассмотрим Weideman 1280 и мультиван 7.3 SD. По двигателю примерно показатели равные. Трансмиссия у того и того гидростатическая, но отличия есть, но ниже их рассмотрим. По скорости Weideman превосходит, по массе он больше. Соответственно, у заподъемности мультиван лучше выглядит. В опрокидывающей нагрузке гидропоток выше у Weideman. Телескопическая стрела у нас есть, у него нет. Но, соответственно, если брать радиус поворота и габариты, то мультиван здесь смотрится лучше, поскольку он компактнее. Единственное, что он по ширине немножко больше. И по трансмиссии. По двигателю мы останавливаться особо не будем, так как они практически практически очень похожи. Больше уделим внимания трансмиссии. Как я сказал выше, и у того и у того мини-погрузчика трансмиссия гидростатика. Но, отличие в разводке. Weideman передача крутящего момента от двигателя идет на насос, на гидронасос, а дальше уже идет механическая разводка. То есть карданные валы и мосты. В отличие от этого мультиван механические разводки не имеет. У него идет прямой гидропривод на колеса. Упрощение механической разводки дает преимущество в том, что надежность. Почему? Потому что поскольку нет карданов и мостов, значит нечему ломаться. То есть при больших нагрузках из опыта работы, из практики, может происходить поломка и карданных валов, и мостов. Соответственно, если их нет, то и ломаться нечему. В этом плюс такой компонент. Второй плюс, то что это как бы упрощает обслуживание, соответственно, упрощает саму конструкцию и освобождает больше массы. То есть за счет того, что мы убираем оттуда карданные мосты, то есть освобождается масса, освобождается объем. И мы эту полезную освободившуюся массу и объем можем впустить на установку какого-то дополнительного оборудования. Или же, например, поставить чисто конструктивно в другой более мощный двигатель, чтобы увеличить его показатели. Но это уже на выбор самих конструкторов. В этом плюс, значит, трансмиссии, будет, то есть трансмиссии 7.3 SD. Также следует упомянуть, что эта серия, значит, снабжена системой DBC, то есть она имеет пропорционально сервопривод, и, прошу прощения, DBC, а системой DBS. Также опционально может устанавливаться делитель крутящего момента для увеличения тягового усилия. И опционально может устанавливаться вместо аксиально-поршневых колесных моторов радиально-поршневые, что также даст большой плюс в тяговом усилии. По стрелям. Как я уже говорил выше, у Вайдемана стрела обычная, то есть не раздвижная, а мультиван имеет телескопическую звуку подъема. Это дает плюс в том, что у него выше высота подъема, выше высота разгрузки. То есть груз может подать на более высокую длину, благодаря телескопической стреле, и при этом перевозить также очень тяжелые грузы. Погруза подъемности он тоже превосходит Вайдемана, если и в стрелу втянуться. Плюс это при высоких показателях работы с погрузочно-разрузочными работами, это также стелескопическая стрела дает преимущество в компактности гибридных из воротов. Поскольку втянутая стрела, с втянутой стрелой по длине погрузчик становится значительно меньше. Следующее. Ну, то, что я уже выше говорил, то, что благодаря своей компонотке, благодаря телескопической стреле, мультиван имеет более высокую грузоподъемность. Особенно если мы возьмем грузоподъемность, которая вот при перевозке грузов на небольшой высоте у передних колес машины. Она будет у мультивана значительно выше. Также низкий центр тяжести мини-погрузчика позволяет увеличить опрокид. Ну, это, опять же, более совершенная компоновка этого мини-погрузчика, позволяет при меньшей массе нарастить его параметры грузоподъемности, прокидывающие нагрузки, что, соответственно, является большим вкусом. Следующее сравнение. Это похожий погрузчик на мультиван. Это PolarBugger. PolarBugger, есть еще такие мини-погрузчики Wackernyson, вот они очень на них похожи тем, что, по сути, PolarBugger, он тот же Wackernyson, только собирается, производится в Китае. А если мы берем конкретно PolarBugger, то это сборка российская из китайского MASH-комплекта. В данном случае мы рассмотрим PolarBugger WL35 с мультиваном 7.3 SD. Значит, по двигателю тут примерно одинаковые, тут Перкинс, тут Янмар, по мощности, по-своему, практически примерно одинаковые. Трансмиссия, есть отличия, ниже рассмотрим, в принципе, не такие же, как и Вейдемана. По массе PolarBugger больше, погрузоподъемности уступает, гидропоток выше, телескопическая сила есть, по габаритам уступает. И рассмотрим. По трансмиссии. По трансмиссии, в принципе, аналогичная история, так же, как и с Вейдеманом. То есть, здесь идет гидростатика у Polar, но гидростатика через механическую разборку, опять же, через мосты и карданы. У мультивана она идет, как 7.3 SD, идет прямая гидравлическая передача на колесные моторы. То есть, что, как я уже говорил выше, это преимущество в надежности и освобождает какую-то полезную массу, какой-то полезный объем для установки другого оборудования или, например, на снижение массы габаритов самого мини-погрузчика при сохранении базовых параметров. Тут ситуация абсолютно аналогичная, как и с Вейдеманом. То есть, более легкая масса, меньшие габариты, более высокая разворотность мультивана позволяет хорошо работать на газонах, не повреждая, снижая шанс повредить газонное покрытие, позволяет лучше работать в каких-то местах с ограниченным пространством, на складах, на узких проходах, на узких тротуарах, на узких дорожках. Это будет давать плюс. По тяговому усилию у Polaro и Вейдемана также, возможно, она будет, просто, к сожалению, я не нашел, не нашли мы этой характеристики, она не дается тяговое усилие в связи с тем, что у него выше масса, возможно, у него тяговое усилие будет повыше. Возможно, в этом у них будет плюс. Ну, в принципе, базового тягового усилия мультивана 73SD вполне достаточно, чтобы работать по тяжелым принтовым работам с бульдозерными отвалами, с грейдерами, с чудесными ковшами. Это вполне реально. Вот. Благодаря его низкому центральному тяжестью и меньшим габаритам массе он будет иметь преимущество в работе в местах с ограниченным пространством, в работе на газонах. Соответственно, в целом мини-погрузчики мультиван будут более производительными и более экономичными. Так. Также вот эти все сравнения более подробно, более подробно вы можете почитать и ознакомиться с ними на сайте нашем vmdealer.ru. Сайт постановленно обновляется, пополняется. Вот то, что вы видите, это пока только начало. В дальнейшем будет контент расширяться и вы увидите много нового. Сферы применения мультиван. То есть главное преимущество мультивана в том, что эта машина многофункциональная. То есть, как я говорил уже выше, свыше 170 рабочих органов и он может применяться в различных сферах вообще для любой работы, которую только можно представить. Это и благоустройство территории, и коммунальная работа, и поскольку может агрегатироваться и со щетками, и со снегочистителями, и с шинокороторами, и с отвалами. Вот это какие-то и тяжелые земляные планировочные работы с челюстными ковшами, бульдозерными отвалами, грейдерами тоже на нем возможно выполнять. Где-то на подсобных работах, на строительствах, на каких-то дачных участках. Также он может применяться как сельскохозяйственная машина, поскольку к нему очень большой спектр различного сельскохозяйственного основного оборудования. Это и роторные плуги, это и агрегаты, это какие-то почвенные, это и бороны, и грабли. Также может применяться в уходе за газонами, широкий спектр разных газонокосилок. Также поддерживать в дорожном хозяйстве, то есть это и дорожные косинки, и на манипуляторах, и цеповые различные смещаемые. То есть очень-очень-очень широкий спектр на кузах. Очень удобен мультиван для каких-то ферменских хозяйств частных, для дачных поселков также. Ну и в целом для любых коммунальных жилищных хозяйств и прочих других эта машина может подойти. В наличии у нас поступили мини-погрузчики мультиван. Сейчас есть они в наличии. Это модели 2.3, 5.2, 5.3, 6.3, 7.2, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4, 9.5, и вы их наблюдаете. Плюс к ним ряд навесных рабочих органов. Это отвалы коммунальные, это коммунальный буддозер, это снегочистители, это косилки. Тут вы, в принципе, можете позвонить вашим менеджерам, они уже более подробно вам расскажут, объясняют. Также все наши погрузчики мультиван, что зашли, они идут уже по умолчанию с... Так, прошу прощения, они идут по умолчанию уже с лаучинг-клапаном стрелы. Ждем ваших вопросов. На этом мы как бы нашу тему сравнения закончим. Ждем ваших вопросов. Звоните менеджерам, заходите на сайт, смотрите сравнение, смотрите технику. Задавай и ждем ваших вопросов.